Позади нас находится еще один пятиосевой координатный станок чешского производства. Применяемый нами в основном для точного фрезерования модельной оснастки, для изготовления последующих кузовных элементов из композитных материалов. Здесь мы выбрали станок с максимально большим столом, рабочая поверхность, у которого, если по трем осям говорить, длина 4 метра, ширина 2,70, ну и вертикальная ось больше метра. Это вот зона, так сказать, или объем возможной обработки деталей. Когда, скажем, конструктора наши проектируют транспортное средство, естественно, есть у него кузовные панели, как экстерьер, то есть наружные, так и интерьер внутренний. Естественно, у них сложная форма, сложная конфигурация, достаточно большие размеры. То есть для этого оптимальная, скажем, на стадии даже конструирования, чтобы конструктор предполагал и знал, какого размера заготовки мы можем фрезеровать, для того, чтобы правильно разбивать, скажем, геометрические формы на нужные элементы, на оптимальные элементы, оптимальные конфигурации. Вот. Значит, ну сейчас мы, наверное, что-то увидим, что тут будет происходить. Я знаю, что здесь фрезеруются сейчас из блоков стеклотекстолита детали тоже необходимые для блоков батареи, но некие, наверное, изоляторы, не могу сказать точно, но вы сейчас увидите. Достаточно удобно оператору и управлять, и наблюдать за процессом. Эффективная система удаления пыли здесь с нами выстроена под этот станок с большим циклоном, который на улице находится для сбора отходов и в основном пыли. Ну и плюс к этому мы построили такую вот специальную, скажем, камеру, защиту. Все-таки этот станок, когда обрабатывает модельную оснастку, пыли многовато. Да, да, поэтому мы его изолировали, чтобы не мешал остальным нашим циклам производства. Вот позади нас пример модельной оснастки, о которой я рассказывал. Вот это часть экстерьера, то есть внешней панели высокоскоростного транспортного средства. После обработки на станке вы видите, какая сложная форма, конфигурация. Это элемент, по которому будет склеена деталь. То есть это негатив от той детали, которую мы хотим получить. То есть после станка она попадет на наш макетный участок, где получит еще дополнительную подготовку. И мы получим сплошной позитив. Мы получим позитивную, очень позитивную деталь, которая будет склеена из стеклоткани со смолами, с отвердителями. То есть мы получим деталь, элемент кузова. А заготовка выглядит вот таким образом. То есть мы применяем панели МДФ, из которых склеивается... Грубо говоря, прессованная вместе с клеем пыль. Да, ну по большому счету. Потому что это называется разовая оснастка. Она идеальная такая технология для прототипирования, когда нужно 1, 2, 3, максимум 5-10 деталей снять с формы. То есть это не долговечные формы. Но они позволяют, во-первых, дешево относительно и достаточно быстро получать кузовные элементы, кузовные детали. Когда мы пройдем весь комплекс доводки, доработки, испытаний, транспортного средства и определимся окончательно с его формой, может быть, что-то потребуется менять и так далее. То есть когда мы дойдем до стадии серийной подготовки или подготовки к серийному производству, конечно же, технологии будут другие и оснастка будет другая. Это уже будут более долговечные, ну и, естественно, более дорогие элементы. В общем, сейчас, как я понимаю, мы денег зря не тратим. Мы не тратим зря денег, потому что это, на самом деле, мы применяем отработанные уже годами и отработанные нами в том числе и нашим персоналом в разных других проектах, технологии, которые позволяют быстро и эффективно решать задачи, стоящие перед нами, как перед опытным производством. Продолжение следует... Продолжение следует...